Я хотел, чтобы мы сейчас концентрировались на теме, о которой мы хотим сегодня рассуждать. И я в основании к нашим рассуждениям прочитаю два текста Священного Писания. Первое место, которое я буду читать, оно записано в Евангелие от Иоанна, 14 глава. Это событие произошло незадолго до страданий Сына Божьего. Вы знаете, Иисус говорил ученикам Своим очень для них непонятные слова. Это были странные слова. Он говорил, что Он скоро уйдет. Он их оставит. Они задавали Ему вопрос. Они говорили, Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать, куда идешь? Он им говорил, что Он есть путь истинной жизни. Но все до конца до них не доходило. И вдруг Иисус говорит такие слова. 14 глава сначала. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. И 11 стих и ниже. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам. Верующие в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И второй текст, который я хотел прочитать, он записан в Евангелие от Луки. Я буду читать из 17 главы. Евангелие от Луки, 17 глава, с 20 стиха. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие?» Отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там. «Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть», сказал также ученикам, «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите с 24 дальше. «Ибо как молния сверкнет одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день сей. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженному родом Сим. И как было во дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный, серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Аминь. Братья и сестры, мне хотелось в контексте вот этих текстов Священного Писания что-то сказать о последней времени. И больше у меня вот так на сердце сказать о нашей личной готовности. о нашей личной готовности. Я помню, я был молодым человеком, совсем только-только веровал, нас посетил один гость. И вдруг он обратился ко всему собранию, и говорит, кто из вас вот сейчас готов к встрече с Господом? У кого нету страха умереть? Я раз поднял руку. Я смотрю, никто не поднимает руку. Я так раз-раз-раз-раз-раз. Он это заметил и говорит, держи, держи руку, не отпускай, не отпускай руку, держи, говорит. Я не хочу сказать, что я был самый лучший тогда в том собрании, но вот я только-только уверовал тогда. Принял Иисуса в свое сердце. И у меня была такая радость и уверенность. И когда меня спрашивают сейчас и говорят о том, что есть ли страх смерти? Обычно я отвечаю так. Я не боюсь того, что будет по ту сторону Иордана. Я просто никогда не переходил вот этот Иордан смерти. И я не знаю температуру этой воды. Я не знаю, какая глубина будет, в каком месте Господь будет переводить меня через Иордан. Там по колено будет воды или больше. Я не знаю, но то, что будет там, меня не пугает. Меня радует. Знаете, Писание говорит нам, помните, апостол Иуда пишет и говорит, он говорит о Боге, призывает поклониться Ему, какому Богу, который может поставить нас пред собою неповинными в радости. Подумать только, что человек может стоять пред Богом, который абсолютно знает всю его жизнь, и он может стоять пред Богом без страха. А Библии написано, не войдет туда ничего, не чистая и преданная мерзость и лжи. Мы же помним это место, правда же, да? Кто из нас может сказать, что он никогда не сделал никакого греха? Писание говорит, кто говорит, что он не сделал греха, тот обманывает сам себя. Но Писание также говорит нам, что Бог поставит, и этот Он может это сделать, и Он сделает нас, конечно, при определенных условиях, без страха, без вины и в абсолютной радости стоять перед престолом Бога, и не будет таких мыслей. Ну, допустим, мы предстанем на судилище Христова, да, что попаду, не попаду, попаду, не попаду. Библия учит нас, что Бог хочет, чтобы мы имели абсолютную уверенность в спасении, абсолютную уверенность. Вы знаете, над этим сатана очень много трудится. Я встречал людей, которые, знаете, они абсолютно во всем сомневаются. Возможно, вы сами переживали такие моменты или встречали таких людей, и такое впечатление, единственное, в чем они не сомневаются, это в том, что у них есть сомнения. Вот в этом они уверены. Они во всем сомневаются, и когда им говорят, а как в отношении вечности, готовности, говорят, ну, брат, хотелось бы, да, но надеюсь. Некоторые говорят, ну, хотя бы вот до порога дойти. Я говорю, там уже все места заняты у порога, да. Многие так говорят до порога. Зачем до порога? Писание говорит нам о том, что мы будем пред престолом его находиться. И Библия говорит о радости спасенных людей, которые будут снимать венцы свои, они будут их класть к ногам сидящего на престоле и говорить, достоин ты принять честь и славу, поклонение. Ты был заклан за нас, кровью своей искупил нас. Это радость на ожидании томления. Помню, как-то один брат у нас проповедовал, и он говорил о том, что он хочет иметь венец. Я так подумал, вроде не совсем корректно. Мы даже поем в одном гимне и не ради награды, которая ждет в небесах. Но он потом это так хорошо вывел, что действительно не ради награды, но награду хочет получить. Я думал, как же это совместить? Он говорит, я хочу иметь венец для того, чтобы было что положить пронзенным ногам Сына Божьего. Я не хочу с пустыми руками предстать пред Ним вечности. Вы знаете, апостол Иоанн пишет, помните, в своем первом послании, в пятой главе, удивительные слова. Я замечаю, что на сегодняшний день у многих, даже верующих людей, есть сомнения. И они со страхом думают о втором пришествии, о восхищении церкви. Как бы хочется тянуть даже этот момент, не дай Бог, так выглядит. Но помните, апостол Иоанн говорит, есть свидетельство человеческое и есть свидетельство Божие. Он об этом пишет в пятой главе своего первого послания. Он говорит, вот вы принимаете свидетельство человеческое. Ну принимаем же, правда же? Вы поверили, что сегодня в 19.00 будет богослужение? Вы можете допустить такую мысль? Вы бы пришли и вам сказали, а ваш пресс-фитер пошутил. Сегодня собрания не будет. Или он передумал. Сегодня не будет служения. Ну такое в голову никому не перейдет. Правда же, да? Или по жизни. У меня часто вот так встречалось, я где-то нахожусь там, спрашиваю, допустим, иду по незнакомому городу. Извините, где находится улица там, скажем, строительная? Говорят, а, ну вот там, пять кварталов, пройдите вот чуть-чуть вниз и там направо, там спросите. Иду вот эти пять кварталов вниз. Говорю, а где здесь улица строительная? А вы не туда попали. Десять кварталов наверх и налево. И я снова иду. И опять неправильно. Библия, Господь как бы обращая наше внимание на несерьезность вот этих моментов, говорит, вы же принимаете свидетельство человеческое. А Библия говорит, всякий человек лжив. И они призывают к тому, чтобы не верить людям. Но Бог говорит, в сравнении с людьми свидетельство Божие больше. Это есть свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. И что он сказал? Он сказал, имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Не может быть, а имеет жизнь вечную. И дальше написано, что сие же написано, дабы вы знали. В очень утвердительной форме написано, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Это очень важно. Братья и сестры, мы живем в это последнее время, в которое сатана прилагает столько усилий, чтобы мы или не думали о вечности, или мы сомневались о том, что мы попадем в восхищение церкви. То есть прилагается очень-очень много усилий. Но здесь Иисус, центральная, я бы сказал, мысль этого текста, когда Он говорил со своими учениками, которые были в смущении, Он им сказал одну очень важную истину. Ну, не одну только, но я хотел обратить внимание. Он сказал, верьте Мне. Верьте Мне. Верьте Мне. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня. Веруйте. И помните, уже послание Фессалоникийца, мы читаем тоже удивительное слово. Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, мы верим в это же, братья и сестры? Так вот, если мы веруем, что Он умер и воскрес, и если мы веруем, что Он умер из-за нашей грехи, и если мы веруем, что Он воскрес для нашего оправдания, что жертва за грехи принята, и если мы исполнили Писание, если мы верою, услышавши Слово истины, уверовали в Него, мы запечатлены обетованным Духом Святым, Господь желает, чтобы мы веровали во что? Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умершие во Христе воскреснут тоже. И апостол Павел говорит, что мы не предупредим умерших. Сначала они воскреснут, он говорит, но это не разница во времени, он просто объясняет этот момент, он говорит, вострубит труба, и мертвые во Христе воскреснут, потом мы, оставшиеся в живых, и потом он добавляет и говорит, вместе с ними, они не без нас и мы не без них, вместе с ними восхищены будем навстречу Господу в воздухе и на облаках. Слава Богу, Писание открывает нам многие тайны, вот которые, Писание говорит, в которые даже ангелы хотели бы проникнуть. И Господь нам открывает очень много в Духе Тересвященное Писание. В послании Коринфина первом, пятнадцатой главе, апостол Павел пишет верующим такие слова, «Говорю вам тайну!» «Говорю вам тайну!» И что? Не все мы умрем, но все изменимся. Я думаю, это должно быть чаянием, желанием всех верующих. Помните, апостол Павел говорит, что «Имея желание разрешиться и быть со Христом». Подумайте, братья и сестры, у вас есть это желание? Христос второй раз придет для ожидающих Его во спасение. Вот это томление, ожидание, вот как Иов однажды воскликнул и сказал, «Мои глаза, не глаза другого, узрят его». Вот это желание, это правильное состояние возрожденного человека. Нету страха, есть желание разрешиться и быть со Христом. Но говоря о труде, о служении, который нужно совершать, Он говорит, «Это меня тоже влечет». И Он говорит, «Влечет меня то и другое». И как лучше, так Бог и сделает. И вот это состояние очень правильное. И Писание говорит нам, чтобы мы утешали друг друга этими словами. Чтобы мы не скорбели об умерших, как прочие люди, у которых нету надежды. Знаете, я вспоминал сегодня как раз день рождения моей мамы. она уже в вечности. Я уже несколько раз благодарил Господа за то, что я мог жить в семье, где я видел нелицемерную веру своей мамы. Мне посчастливилось жить в семье, как Тимофей, который видел веру своей матери и бабушки. Мне посчастливилось жить в семье, в которой из детства я мог знать священное Писание. И хотя были разные вывихи и остывания и так далее, но был день, когда эта семечка, которая была посеяна в моем сердце, выросла, и Бог пробудил меня к новой жизни. И я очень счастливый человек. И знаете, друзья мои, все это должно нас побуждать к чему-то очень серьезному, рассуждая об этом. Писание говорит нам о том, что Иисус придет вдруг. Вот эту тайну, которую Господь открыл нам через своего служителя в духе, Он говорит, это произойдет вдруг. То есть, это произойдет неожиданно. Это произойдет в мгновении ока. То есть, нам открыта тайна времени и тайна действия, как это будет. Мы не знаем ни дня, ни часа, и Господь это скрыл от нас. Когда ученики спросили, когда это будет и какой признак твоего пришествия, Иисус обратил внимание на то, что мне лежит на сердце, о чем мне хотелось сегодня более подробно говорить. Он сказал, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Вот на это обратите внимание. Потому что сатана будет пытаться обмануть нас, увлечь нас, отвлечь нас, поломать веру в нас, ввести в грех, прельстить, обольстить, обмануть. И мы живем в это время. Мы живем последнее время. Вы знаете, активизация демонических сил и то, что происходит сегодня, это говорит о том, что пришествие Господа уже при дверях. Уже Дух свидетельствует нам слова откровения. и мы слышим их уже. Ей гряду скоро. Ей гряду скоро. И поэтому состояние церкви, невесты Господа нашего, оно должно быть такое. Внутри должен быть отклик веры. Гряди Господи Иисусе. И если это произойдет вот в этот момент, допустим, мы всегда говорим языком допущения, ну знаете, в мыслях, мы же имеем планы сегодня на вечер, на завтра, на послезавтра, да, может прийти, но в принципе вероятно нет. Так как будто выглядит это, да, но на самом деле Библия говорит, это произойдет вдруг, это произойдет в мгновении ока. Что может произойти в мгновении ока? Написано, этот текст я уже цитировал с первого послания фессалоникийцам, четвертая глава, написано, произойдет встреча с Господом в воздухе на облаках. Господь, помните, когда Он возносился с этой земли, и ангелы сказали Его ученикам, что вы стоите и смотрите, сей Иисус, вознавшись от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. и мы призваны через Писание, чтобы мы, когда мы увидим все эти события, исполнившихся пророчеств, и все, что Иисус сказал о признаках последнего времени, Он говорит, восклоните головы ваши, пришествие Господне приближается, мы призваны бодрствовать и молиться, мы призваны следить за своим состоянием, чтобы у нас был дух ожидания, и написано во мгновении ока церковь возьмется с земли, это нижняя века, скажем, грубо, верхняя века опускается, нижняя, мы столько раз моргаем в течение дня, мы даже этого не замечаем, правда же, в одно мгновение произойдет встреча с Господом, неожиданно, вдруг, в час, который не думайте, и придет Сын Человеческий. Писание дает нам много образов и примеров, на что нам нужно обратить внимание, мне хотелось вот как раз по этому тексту Писания, который Иисус сказал ученикам своим, как было во дне Ноя, как было во дне Лот, он обратил внимание на одну личность, которую мы должны не забыть, взять пример, взять уроки, чтобы не отстать, чтобы не погибнуть, чтобы иметь мир и радость, и чтобы радостно ожидать Иисуса, он сказал вспоминайте жену Лотову. Как-то Григорий Гам, это папа Виктора Гама, я слышал от него такой пример один, я знал его лично, этого брата, может быть, многие тоже знали, он говорит, в одном портовом городе произошло как-то одно событие, капитан одного корабля дальнего плавания, он вышел тоже в город отдохнуть, и он пошел где-то в кафе хотел покушать, и вот когда он подошел к кафе, он увидел одного мальчишку, было видно, что это беспризорник, и он все по окнам смотрел, заглядывал то в одно окно, то в другое, он так со стороны наблюдал за ним, потом подошел к этому мальчику и говорит, ты голодный? Он говорит, я голодный, он говорит, пойдем, я тебя покормлю. Мальчик через окна наблюдал, как там люди кушали, мечтал об этом, и тут теперь вот этот дяденька сажает его за стол, заказывает ему еду, и он может вдоволь покушать. Когда он начал разговаривать с этим мальчиком, познакомился, он узнал, что мальчик действительно беспризорник, что у него нет ни отца, ни матери, он где-то на улице ночует, ну, в общем, брошенный ребенок. И он так посмотрел на него, говорит, слушай, я бы, говорит, взял тебя с собой, говорит, ну, я не знаю, что команда скажет, у тебя такой вид, мальчик быстренько раз-раз-раз-раз-раз-раз, говорит, я готов, но потом он, говорит, ну, как-то посмотрел на его одежду, он разоправил рубашку, все так, подтянул, все это, говорит, я готов. Вы знаете, сердце этого капитана так было тронуто, и он привел его на корабль, поговорил с матросами, и они его взяли с собой в плавание. Этому мальчику дали, его называли по имени я готов. Вот когда его искали, говорили, а где я готов? Так его все, он везде был готов. Я готов, я готов, я готов. И он очень помогал, вся команда его полюбила, но капитан не знал, что этот мальчик был христианин. Его мама была верующая, и она научила его молиться, и постепенно они стали замечать, что он не такой, как все. и прошло немного времени, все его очень полюбили, но случилось что-то непоправимое. Мальчик заболел смертельной болезнью, и он лежал в каюте и умирал. И капитан так переживал за него, так переживал за него, и незадолго до смерти этого мальчика, который действительно умер, он зашел туда в каюту, он сел возле него и начал плакать. Капитан. И мальчик посмотрел ему в глаза и говорит, капитан, я готов, я готов умереть. И он рассказал капитану о том, что его там ждет Иисус, его ждет там мама. Он рассказал ему путь на небо, что нужно сделать и так далее. А капитан слушал этого мальчика и просто плакал. А потом вдруг этот мальчик обратился к капитану и говорит, капитан, а ты готов? И опять говорит, я готов умереть. И капитан видел действительно, что у этого мальчика была такая вера, не было страха смерти. И Дух Святой, конечно, работал, он уже много слышал от этого мальчика, и мальчик за него молился, и в какой-то момент его сердце сломалось. И он с рыданием просто, знаете, на грудь мальчика склонил свою голову, и он начал молиться. И когда капитан помолился, была тишина, и когда он медленно вот так снова сел, поднял голову свою и посмотрел в глаза этого мальчика, капитан сказал, и я готов. И я готов. Он теперь был готов. Братья и сестры, Писание говорит нам о том, чтобы мы вспоминали жену Лотову. Почему? Очень много сегодня рассуждается о том, можно ли потерять спасение, или нельзя потерять спасение. Я не буду сильно большой акцент на это делать, но я хотел сказать, что жена Лота была на пути спасения. Она была на пути спасения, но погибла. Мы помним эту историю, что когда Лот медлил с тем, чтобы выйти из Содома, и можно себе представить, что одна из причин, может быть, это было сердце его жены, похоже на то, что жена его не торопила. Похоже на то, что образ жизни был неправильным. И на сегодня для нас это одно очень серьезное предупреждение. Апостол Павел, рассуждая о последнем времени, предупреждая верующих о важности жить правильной духовной жизнью, в 1-м послании к Коринфянам, 9-я глава, 27-й стих, он цитирует такие слова, усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим самому, не оказаться недостойным. И в оригинальном тексте это слово звучит так, не быть отвергнутым. Апостол Павел, который говорит, я сораспялся, уже не я живу, но живет во мне Христос, предупреждает верующих и говорит, бегите, чтобы получить. Он говорит о том, что все спортсмены, скажем нашим языком, они воздерживаются от всего, чтобы получить венец тленный. А он говорит, речь идет о нетленном венце, речь идет, говорит, о вечной жизни. Мы читаем о том, что ангелы, они взяли Лота, его жену и двух его дочерей и вывели из Содома. Мы можем много рассуждать об этом, но я хотел сразу взять один урок для себя и для всех. Библия говорит, было, когда Бог истреблял города Содом и Гоморру. Почему Господь медлил? Написано, вспомнил Бог о ком? Не о Лоте, а об Аврааме. И вывел Лота из среды истребления. Он дал задание ангелам, чтобы они убедили, поторопили, и они сказали, мы не можем начать это дело, пока мы не выведем тебя из среды истребления. Вы знаете, иногда у нас, у родителей, у дедушек, бабушек, руки устают молиться, они пускаются у нас. Иногда я даже слышал такие свидетельства, одна сестра говорит, да я чем больше молюсь, тем он хуже становится. Он, говорит, чуть-чуть пил, начал усиленно молиться, поститься, он вообще алкоголиком стал. И говорит, может быть, мне перестать молиться, он исправиться может. Знаете, как сатана обманывает людей. Я знал свидетельство одной сестры, которая была в крайнем отчаянии, и она действительно уже думала перестать молиться, потому что чем она больше молилась, тем хуже становился ее сын. И однажды, это ее свидетельство, Бог дал ей сон. И во сне она увидела широкую-широкую дорогу. И она увидела тысячи людей, которые буквально по этой широкой дороге валом шли, и они бежали куда-то, опережая, толкая друг друга, и она увидела во сне в конце этой широкой дороги огромную пропасть. И эти люди валом туда летели и погибали. И вдруг она увидела в этом потоке своего сына, который тоже вместе со всеми людьми шел этой широкой дорогой, бежал, бежал в погибель, не зная, что его ждет. И все это во сне, и во сне тоже. Она сама себя видит во сне, и она начинает вопить Богу, молиться. Она видит сын, бежит в пропасть. И когда она начала молиться, ее сын остановился. Он еще не ушел с широкой дороги, он стал медленнее, медленнее бежать. И она вопит, она молится. И потом она остановился. И знаете, потом она проснула сестра, и вы знаете, что она делала потом? Она молилась. Она молилась. И когда она рассказывала это свидетельство, ее сын уже был служителем церкви. Он покаялся, он принял Господа, он заключил завет с Богом, он стал служить Богу, братья и сестры. Вы помните, как Авраам стоял перед Богом? Как он молился, как он ходатайствовал? Это один из самых благородных видов молитвы. И если у нас с вами есть родные и близкие, которые не знают Бога, наша ответственность молиться за них Богу. Некоторые говорят так, у меня уже слез нет. Другие говорят, у меня уже слов нет. Но я боюсь, что многие находятся в страшном обмане. Братья и сестры, мы должны себе сегодня положить одну очень важную истину на сердце. Ад реален. Точно так, как и рай реален. Ад реален. Я помню, в одном служении одна женщина ко мне подошла, у нее, знаете, такое переживание, брат Франц. Брат Франц. Мне надо за вами поговорить. Давайте быстрее. Можно со мной первой. Там еще были люди. Давайте поговорим. Ой, это так важно. Надо поговорить. И она началась. Да, по времени. Давайте поговорим. Но я думал, кто-то там умирает. Или может сейчас ее как будто там делать операцию. Что случилось? Она говорит, моя дочь в России. Моя дочь в России. Вот сейчас по времени начнутся соревнования по теннису. Давайте помолимся, чтобы она первое место взяла. Знаете, я чуть сознание не потерял. Это же ужас какой-то. Тут стоят люди, которые хотят поговорить о своих духовных переживаниях, проблемах и так далее. Я говорю, она христианка. Нет, пока она без Господа, ну давайте вот уже сейчас начнутся соревнования. Как сатана сумела обольстить эту душу? Я разговаривал с другой одной женщиной. Она в страшной обиде на своего зятя. Страшной обиде. И я стал с ней беседовать и так далее. Она не может ему простить. Я говорю, что случилось? Он неверующий человек тоже. Дочь у нее неверующая еще. Она говорит, я предполагаю, говорит, что он убил мою собаку. Кто-то убил ее собаку, и она думает, что это сделал взять. Она неуверена. Я говорю, а почему вы так думаете об этом? Вы знаете, говорит, он с ней грубо разговаривал, говорит. Он грубо разговаривал с ее собакой, и она предполагает, кто-то убил собаку, наверное, сделал это он. Я говорю, а когда собака погибла? Ну, говорит, уже больше года. И вот эта женщина, христианка, я тоже говорю, а как вопрос спасения? Да им Бог меня такое горе, помолите, что Бог меня утешил. У нее такая скорбь по собаке, которая больше года, но у нее нету скорби о зяте и дочери. Это очень страшно. Это очень страшно. Братья и сестры, если у нас есть родные и близкие, которые не знают Бога, давайте подумаем, когда последний раз мы за них молились. Когда мы плакали за них, они погибнут. И если они не покаются, они попадут в ад. Я помню свидетельство одного миссионера. Он много трудился в разных странах. И он говорит, в их миссии было такое правило, что если они больше двух недель где-то в отсутствии от дома, они имели право бесплатно позвонить. Но это было дорого в то время. И как-то говорит, я опять был в разлуке где-то с семьей и звоню говорит. И дочка берет телефон и когда она узнала, что это я, она плачет, рыдает говорит. И я думал, что случилось? Что случилось? Она говорит, папа, это так ужасно, это так страшно, говорит, я не могу тебе это сказать, говорит, да. И я напуган, где мама? Мама живая? Да, мама живая. Где мама? Она говорит, там на втором этаже тоже плачет. Мама плачет, дочка плачет. Я говорю, бегом позови маму. Думаю, что случилось? И вот это скорбь мне передалась. Я говорит, буквально у меня ноги ослабели, я сел на кровати, я тоже сижу и плачу. Плачу, жду жену, что же она расскажет. Жена моя приходит, говорит, а у нас дома была маленькая комнатная собачка, ее звали Кэби. И жена говорит, что случилось? Она говорит, Кэби умерла. И я здесь сижу плачу, там плачет моя дочь, моя жена. И в этот момент Дух Святой мне сказал, когда последний раз ты плакал о погибающем мире? миссионер. И вы знаете, говорит, я сокрушился и я покаялся. Это был переломный момент. Я передавал истину, но во мне не было вот этих чувствований, которые были в сердце Христовом, видя толпы народа. Он жалился над ними, он стоял и плакал над Иерусалимом. Он был муж скорбей. Он любил людей. останавливался возле людей. Братья и сестры, мы так заняты, все на скоростях. Нам некогда иногда поговорить с собственными детьми о Боге. Мы так заняты. Знаете, я где-то недавно приводил один пример, тоже про одну семью, извините, если повторю для некоторых. Мы с братом одним посещаем их, уже пожилые, старичок со старушкой, мы еле достучались до них. Мы потом поняли, что они телевизор смотрели. И они потом, когда мы заходили, уже долго нам не открывали, я представился, но потом, ой, брат Франц, мы так рады, что вы нас посетили, но все уже выключили, одеялом закрыли, это телевизор, и пока они там все приводили в порядок, мы тут беседуем с их внучком, внучок бегает маленький, и брат, который со мной был спрашивать его, ты Иисуса любишь? Он смотрит вот так, он говорит, Иисуса ты любишь? Он не знает, он говорит, ты знаешь, что такое Иисус? Он говорит, нет, ты никогда ничего не слышал про Иисуса? Он говорит, нет. И тут дедушка с бабушкой приходят, мы говорим, он у вас живет, да, дети уехали на полгода, он уже почти полгода у них. А я говорю, а почему он не знает ничего про Иисуса? Эта бабушка говорит, брат, да некогда же, некогда, знаете, как мы заняты. Ну, конечно, я в сердцах сказал, что у меня там было, я сказал, вы будете отвечать перед Богом. Вы сидели, вы маскировали сейчас этот телевизор и так далее, да, вы скрывали это от нас, мы стояли под дверью, ждали и так далее. Бог вам на такой период дал внука и вам даже некогда было рассказать ему об Иисусе? Он что, никогда не видел, что вы стоите на коленях и молитесь? У него не возникали вопросы или вы перед едой тоже не молитесь? Знаете, очень много есть вопросов. Авраам стоял перед Богом и он умолял Бога. Я думаю, какое сердце было Авраама. Он надеялся, он верил, что за это время, пока Лот там находился, он, наверное, евангелизировал жителей Содома. И он думал, ну, наверное, там должно быть 50 уже праведников. Ну, а вдруг не все Лота послушали, а может быть, хотя бы 45 или 40, или 30, или 20, ну, 10 наверняка. 10 должно там быть. Ну, увы. Но Бог вспомнил об Аврааме и вывел Лота из среды истребления. Это очень важно. Ангелы взяли Лота, его жену и двух дочерей, Писание говорит, и вывели из Содома. Вы знаете, жена Лота вышла из Содома, но Содом не вышел из ее сердца. Содом оставался в сердце жены Лота. Почему погибла жена Лота? Можно многое рассуждать, но если посмотреть в текст Писания, посмотреть, что говорит книга Бытие, и вот евангелисты описывают вот это событие, мы приходим к выводу, что она нарушила условия спасения. Не останавливайся, не оглядывайся назад, спасайся на гору. Это было сказано Лоту. Большому сожалению, мы замечаем, как искушает сатана многих людей, и они пытаются поставить свои условия Богу в вопросе спасения. Не оглядывайся назад. Вы знаете, некоторые люди тоскуют по прошлой жизни. Это очень страшно. Некоторые оглянулись на прошлую жизнь. Они были поставлены на путь спасения. По великой милости Бог повел их уже этим путем спасения. Но они ослушались Писания, и они снова оглянулись на мир. Помните, написано, возложивши руку на плуг, озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Сатана хочет заманить, прельстить, обмануть. Увы, многие остыли. И мы должны со скорбью это говорить. Это должна быть наша большая боль. Некоторые несут это имя, что они христиане, но они живут, как живут люди этого мира. Они оправдывают грех, они находят объяснение, они по-своему толкуют путь спасения. И это очень страшно. Некоторые просто остановились в своем духовном росте, в своем следании за Богом. Они уже не читают Библию. Они, если честно, уже и не молятся. И то, что они говорят, нельзя назвать молитвой, что они пытаются назвать молитвой. Я встречал людей, которые потом, будучи пробужденными, свидетельствовали о том, что они годами не имели удовлетворения. Они все это делали машинально, автоматически. Вы знаете, даже элементарно. Я помню, я был в одной семье одного человека, да, и вот он голодный был, обед был, да, и вот я как бы в гостях у них даже нахожусь туда. Жена только поставила, он сел тоже, и раз только, ей так неудобно. Она ему на ухо шепчет, Иван, ты забыл помолиться. Господи, святи эту пищу. Он даже не встал, он продолжает молиться. Знаете, мне просто стало страшно. Братья и сестры, не обманул ли кого-то из нас дьявол? Может, тот и снова оглянулся на Содом? Иногда мы боимся сами себе признаться в этом. Может быть, тот остановился? Мы должны напомнить эти слова. Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. И кто не собирается со мной, тот расточает. Не обманывайтесь, Писание говорит, что человек посеет, то он и пожнет. Библия говорит, сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Писание говорит, если вы не будете поступать по духу, если вы будете поступать по плоти, вы умрете. Сатана обманывает людей, они говорят, от Господа меня никто не отлучит. Я верю, что есть Бог. Но знаете, бесы тоже веруют. Апостол Яков говорит, они тоже веруют, но трепещут. Жена Лота была на пути спасения, но не дошла. Это очень серьезное предупреждение. Очень серьезное предупреждение. Ее почти силой выводили из Содома, но ее сердце принадлежало этому городу. Кому принадлежит наше сердце? Чем наполнено наше сердце? Имеем ли мы Бога в разуме? Вы помните, Писание говорит, мы читаем послание Кремля на первую главу о людях, которые познали Бога, написано, но не прославили как Бога. Они не заботились иметь Бога в разуме. Они осуетились в умствованиях своих. они остановились, они оглянулись. Написано, и предал и Бог превратному делать непотребство. Есть праведный суд на таковых. Это очень серьезное предупреждение для всех нас. я хотел бы, чтобы мы молитвенно, искренне, честно, каждый проверили себя. Насколько мы соединены с Богом? Кто руководит вообще нашей жизнью? То, что мы делаем, это водительство Духа Святого? Или что это? что это? Это жизнь в Духе? Или это жизнь по плоти? Когда Бог обличает человека, и когда Бог дает указания, не надо медлить, лот медлил написано. Если Бог говорит, надо идти, надо быстро уходить. мы читаем в Слове Господнем человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно будет сокрушен. И не будет ему исцеления. Не будет ему исцеления. Уходить надо быстро. Я уверен, что каждый из нас испытывал милость Божию неоднократно. Вы помните, то, что делали ангелы, это было по милости Господней. Они даже взяли их за руку. Они даже взяли их за руку по милости Господней. И мы знаем такие моменты. Я хорошо помню, на одном крещении, на открытом водоеме крестили людей, делали там тоже евангелиционное служение, многие люди каялись. Потом через несколько дней меня нашел один молодой человек, и он мне рассказал о своем друге. Он тоже был неверующий, этот молодой человек, но он говорит, мы с моим другом были на этом крещении. И когда вызвали людей к покаянию, мой друг стоял перед выбором, он мне говорит, слушай, может мне пойти? Что-то происходит в моем сердце, то есть была борьба, был зов Божий, и он мне говорит, он не пошел, и он мне говорит, через три дня, то есть вчера, мы были на водоеме там же, и мой друг утонул, куда он попал? Это был его вопрос, я не знаю, я не знаю, но это очень страшно, когда человек ожесточает выюз свою, когда человек проявляет непослушание Духу Божию, и знаете, бывают моменты особого посещения, когда Дух Божий посещает нас, и Господь показывает нам нашу реальность и говорит, ты же остановился на пути спасения, это не есть христианство, это не есть путь следования за Господом, ты оглянулся на мир, твое сердце принадлежит этому миру, а не мне. Когда мы выходим из Содома, мы не должны об этом жалеть, мы не должны тосковать, помните, сколько людей полегло, которые были выведены из рабства египетского, они роптали, они говорили Моисею, зачем ты вывел нас? Там был репчатый лук, там были огурцы, в конце концов, там были гробы, зачем нам здесь в этой пустыне? Они прогневляли Бога. Сатане удалось обмануть многих людей, и им кажется, что жизнь с Богом намного хуже. вот был бы неверующий. Они завидуют нечестивым людям, лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, остаются целы, и тогда сатана посылает искушение поступать не по правде, а полуправда, идти кривыми путями. Но Библия говорит, ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Я помню, как один браток, как-то молодой, подошел к одному брату и говорит ему, а этот брат был очень крупный специалист, когда-то жил у нас в городе по ремонту автомобилей, там, уж если никто не мог сделать, к нему все ездили, начальник ГАИ, и начальник милиции, и прокурор, а он бесплатно ремонтировал. Вот такой специалист был, но его уважали, хотя он был простой работяга. Ну, а как бы отношения-то есть со всеми. Вот этот молодой брат подходит к этому брату, кто постарше, этот специалист, тоже христианин, и он ему говорит, Иван Петрович, а вы могли бы мне помочь? Он говорит, в чем? Он говорит, хотел права получить и не учиться. Можете помочь? Он говорит, да, конечно. Он говорит, я так и знал, у вас же связи. Он говорит, только на небо не попадешь. Он говорит, нет, тогда я лучше буду учиться. Знаете, кажется, мелочь, но из многих таких мелочей, там чуть-чуть отступил, там чуть-чуть отступил, там скривил, там слукавил, там что-то, остановился человек. Нету молитвенной жизни, нету служения для Бога, нету радости, охлаждения какое-то, и потом человек медленно умирает. Ради Авраама, вернее, ради Лота и его жены Бог даже отложил наказание Содома и Гаморы. Ради них Он это сделал. Бог не хочет смерти грешника. Бог хочет, чтобы грешник обратился и жил. Братья, на нас особая ответственность. Я хотел обратить внимание, в вашей семье есть семейный алтарь? Горит ли огонь на этом алтаре? Веет ли святостью от этих общений, когда мы собираемся вокруг Слова Божьего вместе с женой и с детьми? Это можно делать, вы знаете, просто формально. Галочку поставил, да, мы собираемся, но веет ли оттуда святостью? Если это на самом деле живое общение, может быть, нужно обновление этих отношений, может быть, это уже давно фарисейство и отсутствие вот этой реальной жизни. Может быть, половина семьи усыпает на этой молитве. Я очень хотел, чтобы мы дали возможность и были послушны Духу Божию, если Он в чем-то удерживает. Вы знаете, есть ряд людей, которые практически ничего не делают в церкви. Иисус говорит, кто не собирает со мной, тот расточает. Это очень серьезно. Сегодня есть большое искушение. сердце жены Лота было привязано к земному, не к небесному. Она была привязана к земному и всегда привязана к земным вещам, ставит под угрозу духовную жизнь человека. Это очень большое искушение. И вы знаете, грех был не в том, что люди ели и пили. А грех был в том, что они ради этого жили. А Писание учит нас и говорит, Христос умер и воскрес, чтобы живущие уже не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. И я задаю вопрос, для чего я живу? Для чего вы живете? В чем смысл нашей жизни? Можно ли нашу жизнь назвать жизнью для Бога? Что мы живем для Бога и ради Бога? Может ли Бог нам повелевать? Может ли Бог руководить нашей жизнью? Руководит ли он нашей жизнью? Это очень важный вопрос. Свидетельство Лота не имело силы. Пришли Божьи люди, ангелы пришли, открыли ему вот эту тайну, что Содом будет погублен. А мы же знаем тоже с вами, что земля и все дела на ней сгорят. Мы знаем, что есть вечность, что есть суд, и мы знаем, что есть рай и есть ад. Мы-то это знаем. Мы тоже имеем с вами это откровение. Я думаю, по большинству изнаходящихся здесь. Но почему наше свидетельство никогда не имеет силы? Это зависит от нашего отношения к Богу. Лот был верующий человек. Он не был неверующим. Писание говорит, он ежедневно мучился в праведной душе своей. И Бог с ним разговаривал. Он понимал, что что-то неправильно в его жизни. И это замечали его зития. И когда он им говорил, можно допустить с большой тревогой и с переживанием, им показалось, что он шутит. Шутит. Я не хотел слишком много об этом говорить, но я хотел бы, чтобы мы с вами проверили свое сердце. Похоже на то, что лод погряз в Содоме. Содом присосал его. Он не имел той силы, которую нужно иметь для того, чтобы люди поверили. Помните, Иисус сказал, вознося святы земли, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И вы будете мне свидетелями. По-другому не может просто быть. Я позволю себе еще раз повторить это выражение, я его где-то говорил в эти дни, она мне очень лежит на сердце. Когда-то Дуайт Муди сказал такие слова. Если человек, который называет себя христианин, в течение одного года никому не свидетельствовал об Иисусе, могут быть две причины. Первая, он невозрожденный человек, он невозрожденный человек. И вторая, грех закрыл ему уста. Бессилие. Вы знаете, с большой болью, наблюдая за жизнью некоторых, так называемых христиан, я иногда думаю, похоже, что они невозрождены, похоже, что они не дети Божьи. Не видно, что Дух Божий руководит их жизнью. Нет в этой силы Божьей. Нет этих переживаний за погибающих мир. Не видно вот этой тоски по Боге, этого желания встречи с Ним, с Господом. Братья, отцы, огромная ответственность лежит на нас. За наших детей, за наши семьи. в Библии написано всякому мужу глава Христос, жене глава муж, и дети должны повиноваться родителям. А если отец спит духовно, если он еле-еле, если не видно, и никогда, знаете, один раз меня пригласили в одну семью, и отец заранее со мной поговорил этой семьи, он говорит, поговори с моими детьми, они не молятся никогда на собрании. Как бы молитвенно жизнь слабая, и мы начали разговаривать с ними, и папа сидел, и мама, мы беседуем, и вдруг одна из дочерей говорит, ну, Франц Гагадыч, ну, что вы так переживаете? Наш папа тоже никогда не молился вслух на собрании. Мы никогда не слышали, чтобы наш папа молился вслух на собрании. Я увидел, как красные пятна появились на лице этого папы. Похоже, это была правда. Что думают о нашей духовной жизни наши дети? Это серьезно или это шутя? Вы знаете, бывает очень больно, бываю в разных местах. Я помню, как-то в одной семье был, и когда мы стали уходить, и глава семьи говорит, дети все сюда будем молиться, они не поймут, в чем дело. Потому что они никогда не молятся, когда они выходят из дома. Ну, а тут приехал председатель союза, вот, знаете, ну, тут как бы надо же помолиться, показать что-то. Это очень печально. Это замечают наши близкие. В свидетельстве Лота не было силы. Если это сила Божия, вот эта жизнь у нас братья и сестры, если это утрачено, вы знаете, бывают особые моменты, когда Бог нам дает определенный шанс. Иисус как бы останавливается возле нас. Помните, слепые сидели у дороги, и они кричали, Иисус, сын Давида, помилуй нас. И там есть такое сильное слово, оно меня просто потрясает. Иисус остановился. Братья, сестры, если вы понимаете, что духовная жизнь неправильная, и мысль о приходе Господа за церковью, она даже где-то не есть в вашем разуме, или если вы понимаете реально, что сейчас вам бы не хотелось, с тем багажом жизни, с тем внутренним содержанием, как предстану я пред Отцом Небесным. Помните, когда Иуда со своими братьями стоял перед Иосифом, и он их испытывал и проверял, он сказал, Виньямин должен остаться, Иуда сказал, как приду я к Отцу, если отрока не будет со мной? Это нереально просто. И может быть, кто-то понимает, что с таким сердцем невозможно. Это слишком страшно. Есть определенная степень неготовности. И если вот так просто даже сидя в сердце, молитесь, проверяйте свое сердце. И может быть, Господь остановился сегодня ради вас одного. Он стоит возле вашего сердца. И он говорит, я хочу помочь тебе. Приведите в порядок все. Вы знаете, Библия говорит, Господа надо искать, когда он близко. Призывать его имя надо, когда он рядом, когда он стучит. Мы не можем это сделать, когда мы захотим. Он искренне поступает по искренности его. И если мы понимаем кто-то, что это правда нашей жизни, мы не готовы. Я остыл. Нету горения, нету огня, нету любви, нету сожаления, нету молитвенной жизни. Много потеряно, утрачено. Вы знаете, некоторые привыкают даже к такому состоянию, они находятся в таком полусонном состоянии. Некоторые чувствуют себя верующими, потому что они живут в верующей семье. Это могут быть дети верующих родителей, но они даже не пережили возрождение. Это может быть муж, жена постоянно молится и как бы толкает, она вынуждена это делать, хотя он хочет везде выглядеть как глава семьи. Но жизни нету, жизни нету. Друзья, это очень важно, честное, откровенное признание. Если Бог кого-то обличает в этом неправильном состоянии, нужно это привести в порядок. Ангелы торопили, и может быть Дух Божий тоже кого-то торопит, стучит, стучит. Помните, Иисус шел уже на смерть, и он проходил через Ерехон. Помните Захея, который искал видеть Иисуса. Помните, как он забрался на смоковницу, и Иисус остановился. Он видел это сердце. Он знал, что Захей мучился, вот так, как Лот ежедневно мучился. Он знал, что Захей воровал, брал с лихвой, потому что когда он потом покаялся, он сказал, если кого обидел, воздам вчетверо. Это означало вернуть украденное. Писание говорит нам, вспоминайте жену Лотову, вспоминайте жену Лотову, не дайте себя обмануть, говорит Писание, потому что не все дошли. Не все дошли. Это очень серьезное предупреждение, чтобы мы серьезно думали о спасении. Еще раз хочу сказать, это огромная ответственность прежде всего отцов. Я знал людей, которые охотно хотели бы вернуться в садом. Они это лелеяли. Я встречал людей, которые втайне лелеяли грех или жили в тайном грехе, и в них не было силы Божьей. Я помню сейчас один случай, когда один человек, вы знаете, уже пожилой, боленой, и не может умереть. и даже доходило до абсурда, когда посещали их семью, жена говорит, ну вот не умирает, и все, сидит рядом, и даже неудобно, ну что же она так, он бедненький тут лежит. Я как-то помню, приехал домой, и моя жена мне говорит, позвонила его жена и говорит, я ему говорю, да ты уже покайся и умри. Я говорю, прям так и сказала, да, я поехал, к нему еще одного брата взял. Знаете, ну скажем так, может по-человечески, чтобы понятно было, я надавил на него. Я просто его поставил в духе пред Господом и сказал, вот пред лицом Бога, ну-ка отвечайте на вопросы. Знаете, то, что он мне открыл, меня привело в содрогание. Он голосовал на отлучение людей за грехи, в которых он сам был. Он делал эти грехи. Он жил в грехах. И думай, Бог медлил, ждал, Бог не хочет смерти грешника. Его сотрясал, он плакал, каялся, молился. И знаете, когда казалось, все, он был весь мокрый, он лежал, он даже не мог уже сидеть. И я только удивлялся огромной милости Господа. Через несколько дней он ушел в вечность. Я думал, как же велика милость Господа! Как же велика милость Господа! Но братья и сестры, это очень страшно заигрывать с грехом. Давайте проверим свое сердце. Может она прилепилась к этому миру уже. Вы знаете, сегодня образ жизни некоторых людей говорит о том, что они очень любят мир. Не вдаваясь в детали, если бы мы говорили сегодня о внешнем виде людей, о их вкусах, о их друзьях, о различных развлечениях, удовольствиях, они поступают по законам этого мира. и мы видим, что им нравится такая жизнь, они полюбили мир. Осталась одна форма, одно название христианин. Я даже встречал людей, которые были в таком обмане, они говорили, вот если я перед смертью покаюсь, Господь простит, ну говорю, если искренне, да, ну я перед смертью покаюсь. Вы знаете, лот материально процветал, и может быть, даже некоторые завидовали ему, и думали, вот устроил жизнь, все есть, материально он процветал, и казалось бы, у него даже внешне больше благословений, чем у Авраама, но Авраам был другом Божиим, а лот мучился в своей совести при всех его материальных процветания, мучился, очень глубоко пустил корни в Содоме, и ему было сказано, спасай душу свою. Братья и сестры, вы знаете, я хотел подойти к концу, как-то мы посещали одну семью, и у них было очень много вопросов всегда. Я понял, что это просто обман дьявола. На первый взгляд, они интересовались Евангелем, а что сатана знает, а что сатана не знает, а что обозначает эта труба, а что обозначает вот эти печати, а что будет зачем, а вот появился новый правитель Михаил и Меченый, а с чем это связано и так далее, но они были не спасенные люди. И я вспомнил тогда вот этот текст «Спасай душу свою». И мы говорили им Евангелие, мы даже не отвечали на эти вопросы. Слава Богу, они покаялись. Друзья, говоря, последнее времени времени не так важно даже знать эсхатологию, не так важно даже знать, что, зачем будет идти, важно быть готовыми. Вдруг во мгновение ока вострубит и мертвые во Христе воскреснут, и какое благословение, когда человек может верить в это, не бояться, и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем навстречу Господу в воздухе на облаках. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами. Я хотел спросить, друзья мои, братья и сестры, всегда есть переживания, чтобы это не случилось, знаете, ну просто под наплывом каких-то чувств. Если Дух Божий кого-то обречает, и кто-то ясно понимает, что это для него слово, жизнь неправильная, и вы сами это понимаете, вы сами недовольны своим состоянием, но знаете, это же надо обнаружить, и это стыдно бывает. А что подумают люди? Все считают меня нормальным христианином, и вдруг я теперь выйду вперед и буду молиться, а еще подумают, что я сделал грех, который я даже и не делал, и человек откладывает. Но я хотел сказать, если Дух Божий сегодня касался вашего сердца, и вы ясно понимаете, что вам надо принять решительные меры, вам надо поторопиться, если вы даже почувствовали, что вас взяли за руку, и Дух Божий хочет вас вывести, вырвать, что вы на самом деле в Содоме, и вы глубоко пустили корни. Но Бог не хочет вашей погибели, Бог хочет и вашу душу обновить, спасти, и Он хочет вами пользоваться, чтобы у вас была сила Божия, чтобы вы были в числе тех, кто в радости ожидает своего спасителя. Я хотел от имени Иисуса вас пригласить к покаянию, я хотел пригласить вас для молитвы, обновления. И если даже есть какая-то небольшая удовлетворенность, не дайте обмануть себя дьяволом, что вы как-то сами попытаетесь справиться. Если Дух Божий вас зовет на обновление покаяния, проявите послушание, потому что не всегда это будет делать. Не останавливайтесь, спасайтесь на гору. Помните гора Голгофа, где Христос умер за наши грехи. Посмотрите на распятого в духе и посмотрите на свою жизнь. Если вы найдете, что в вашей жизни есть что-то, что нуждается в очищении, в омытии крови Христовой, продолжайте смотреть на распятого, и вы увидите не только ужас греха, вы увидите его божественную любовь. который хочет вас простить, обновить, очистить, омыть и сделать по сути христианином, не только по названию, чтобы быть числе тех, кто в радости ожидает Господа. Аминь. Я хотел спросить, друзья, если у кого-то есть такое побуждение, вы можете тихо встать и прямо сейчас прийти вперед, и мы с вами помолимся. Я не хочу, чтобы это было под каким-то нажимом. Пусть это будет действием Духа Божия. Давайте мы все встанем и просто будем в таком молитвенном состоянии. Если кто-то желает, мы будем с вами молиться. Продолжение следует...